Добрый вечер вам всем! Веду вам прямую трансляцию из Казахстана. Возле меня Олег Рыжков. Вот он возле меня стоит. Да, ребят, всем привет! У нас уже вечер, сегодня первый трудовой рабочий день прошел в нашем представительстве. Именно сегодня как раз сейчас мы с вами поделимся, расскажем о том, как это было. Ну и, наверное, конечно, вкратце все-таки дадим какую-то обрисовку нашей компании, потому что, как мы знаем, все равно присутствуют и новички. Поэтому у вас большая сегодня возможность услышать из первоисточника именно все от Максима. Друзья, как я сказал, в принципе, сегодня не будет долгий вебинар. Немножко я вам расскажу, что произошло, что случилось, что планируется. Пожелаю вам хорошей недели. Еще после меня немного скажет себя Олег. И самое важное, оцените, пожалуйста, как вам ролик, который сейчас я опять включу о промоушене, ролик о Лос-Анджелесе, ролик на билеты, которые уже некоторые выиграли, с которыми мы полетим в любом случае, потому что некоторые говорят, почему мы немного оттянули, да, потому что, чтобы больше людей могло поехать. Но, в конце концов, поезд столько, сколько закроет, будем той командой, которая будет там. Ну и, в принципе, это будет достаточно для того, чтобы мы хорошо провели там время. Но самое главное, это не провести время, чтобы вы ознакомились с Лос-Анджелесом, увидели студию, увидели эти точки, которые транслируют наши экраны. Еще некоторые вещи, возможно, вам покажу, посмотрим. И, собственно, как бы все в ваших руках. Еще есть, в принципе, у вас месяц для того, чтобы сделать этот промоушен. Ну и главное, те, которые понимают, что его сделают, пусть уже начинают подавать заявки на американские визы, что очень важно. Друзья, промо-ролик. Посмотрим, как оно, и оцените его от 1 до 10, как он вам понравился. Корпорация Эвард объявляет свой первый промоушен, который состоится с 5 по 12 декабря 2016 года в Америке, в Лос-Анджелесе. Первые 30 человек, которые до 1 декабря сделают оборот в первой линии в 21 тысячу евро для поездки на одного или 30 тысяч евро для поездки на двоих. Окунуться в атмосферу фантастического отдыха, новых знакомств и головокружительных перспектив. В программе запланировано личное знакомство с президентом корпорации и руководством Эвард Медиа и Эвард Сервис. Посещение студий Эвард и Юниверсал Пикчерс. Обзор установленных экранов, бизнес-конференции и даже незабываемый круиз по океану. Торопитесь! У вас еще есть время, чтобы стать одним из 30 топ-лидеров корпорации Эвард, за которыми завтра пойдут тысячи людей. Как-то так, друзья. Скажите, как вам ролик, как вам нравится? Думаю, сам промоушен всем обязательно нравится. Интересно увидеть ваш ответ на то, что вы увидели. Виснет у кого-то. Ну, возможно, наверное, интернет. У нас не самый сильный. Не, ролик супер, говорят. 10-10-10. Но здорово. Наверное, самое главное тоже наполнение данного ролика и самая важная цель, которая, в принципе, для чего мы здесь. Сегодня здесь присутствуют, вижу тоже новички. Поэтому, друзья, мы сегодня не будем делать, наверное, презентацию компании, потому что больше хочу рассказать о новостях. Тот, кто вас пригласил на сегодняшний вебинар, пусть вам дальше подробно скинет либо какую-то запись последних вебинаров, которые проводил я, либо Олег, либо кто-то с другой спикеров, либо же просто пусть вам объяснит тот, кто, собственно, вас пригласил на данный вебинар. Ответ Николаю Вазияну насчет визы. За какое время она делается? Виза делается, так на самом деле, 5 дней. Нет, 5 дней делается. Это от момента подачи до получения. Поэтому главное вам записали, записаться на прием в посольство США, подать документы все, которые нужно, и после собеседования, которое вы пройдете, на котором вы получите ответ, либо одобрительный, либо неодобрительный. Если вам не дадут визу, у вас есть возможность еще податься несколько раз. Вот, вот как-то так. Конечно, можете воспользоваться услугами сервиса нашего, в некоторых странах, где он уже работает. Если нет, мы вам скажем, что нужно для этого сделать, кому обратиться, тот, кто вам может помочь организовать вашу визу. Что нужно для визы, Николай, вы можете узнать на сайте американского посольства, либо вбить в Google или в YouTube, как стопроцентно получить визу США. Есть очень хорошие видеоролики, как нужно все правильно делать, собирать документы. Собственно, там тоже достаточно информации, чтобы вы быстро получили ее. Если подаете сами, не через компанию какую-то, в принципе, есть возможность тоже получить ее. Хотя, конечно, больше вероятности, если подаете через какую-то компанию. Окей, по новостях скажу вам, как вы уже знаете. Недавно мы сделали официальное открытие Казахстана. Собственно, мы провели сначала такую конференцию, где немного рассказали о компании, о тенденции, о разных новостях, которые происходят. Выступили наши лидеры. Выступал Олег Рыжков, который много занимался открытием. Выступал Игорь Евдеев, вице-президент, который сделал тур вместе с Индира и Тарабаевой, если не ошибаюсь, ее фамилию. Выступали другие приглашенные гости. Также были приглашенные гости из Турции, приглашенные гости из Украины. Присутствовал также руководитель Эвард Украина, Владимир Куцан. Кто еще был? Также были присутствовать с Одессой Игорь Калькутин. Были присутствовали другие гости. С Азербайджана, по-моему, был один человек. А, был вице-президент Андрей Дяг. Фух, забываюсь. И другие гости. Я не буду всех вспоминать, потому что было много. Я всех просто по имени, к сожалению, не помню. А и тех, которых помню, просто немного что-то сегодня сбитый. Вечером там ЧП у меня произошло. Поэтому, извините, если не в самом лучшем настроении. Но это не страшно. Главное, чтобы информация возобновилась. Итак, друзья, что еще я вам хотел сказать. То, что, собственно, было на следующий день открытие офиса. Было очень классно. Я надеюсь, вы потом это все увидите. Видеоролики, как это было сделано. Как была музыка живая. Пришло много гостей. Был классный фуршет. Делились своими впечатлениями. И так дальше, и так дальше, и так дальше, собственно. Но очень хорошо было все, на самом деле, организовано. На самом деле, было очень круто. Поэтому, как бы, я думаю, что вы то, что видите, будете очень довольны. Вы видите, какого уровня у нас офисы. И я надеюсь, что в вашей стране, в вашем городе обязательно это будет. Что еще хотел вам сказать. Что сегодня уже была первая работа в офисе. Приходили партнеры. Были регистрации. Была презентация. Вам больше Олег Рыжков расскажет. Он сегодня там был. Я сегодня был на личных встречах. Потом здесь сидел в отеле. Мы находимся в Интерконтинентале, собственно, где мы делали нашу презентацию. И, среди вам говоря, но не самый лучший здесь в Алма-Ате отель. Как-то я не понравился он мне. Не рекомендую. Не в рекламных целях. Ладно, я шучу. Ну, как бы, как-то мое мнение. Я больше за Хилтон. Окей, друзья. Что я хочу вам сказать еще больше. То, что... Очень хорошо началась неделя. Началась неделя. Я еще буду... Если говорить о моем графике. Я в Казахстане буду еще до 3-го числа. После этого я буду улетать в Стамбул. В Стамбуле будет 5-го числа конференция. Можно сказать, официальная уже запуск страны. Это не будет масштабная конференция. Это будет до 100 людей, скажем. Это не будет что-то сверх грандиозное. Я думаю, что будет здорово. Так турки просили, что в их традиции правильно делать такой бум, когда там от 500-700 людей. Сказали, что им просили 2-3 месяца для этого. Чтобы присутствовало до 1000 людей на большой конференции. Тогда можно будет сказать, что официально-официально. Хотя мы не ищем каких-то там помпезностей. Поэтому, я думаю, достаточно будет этих 100 людей. Первых 100 лидеров, которые приедут с разных городов после наших туров, которых мы делали. И, собственно, там мы сможем все провести. Подробную информацию, где проходят все эти презентации, можете узнать на нашем сайте evertcorp.com. Ну и после этого я полечу в Азербайджан. Я там буду находиться до 11-го числа. 11-го утром я улетаю в Ригу. В Риге я буду один день. Из Риги я лечу сюда, в Мексику, если сегодня мне подтвердят билеты. И там я буду буквально несколько дней. Потом я буду в Германии. Из Германии улетаю в Ригу и уже буду там до конца этого года. И дальше новостей я потом вам скажу позже. Я думаю, не хочу наперед бежать. Будет итог этого месяца. Итог этого месяца будет в слайдовом, таком, скажем, официальном, размещенном на официальном сайте нашем. И вы сможете этим тоже пользоваться, скажем, отчетом каждого месяца. Так, что я больше вам хотел рассказать, друзья, то, что, в принципе, вы хорошо настроились на ноябрь месяц. Потому что у вас есть еще, собственно, можно сказать, один месяц, 30 дней, чтобы выполнить промоушен на Соединенных Штатах Америки. Так как уже мы подарили сертификат один во время открытия Казахстана. Один из партнеров в Казахстане сделал промоушен на два человека. Достаточно просто его сделать. Первую линию сделать оборот небольшой. Поэтому я думаю, что вы все справитесь. Хотя бы, думаю, человек 5-10 в сегодняшней презентации наверняка будут присутствовать. Что, собственно, я вам и желаю. Закончился промоушен сегодня ночью. Закончится промоушен по Samsung. Несколько партнеров уже их получили. Некоторые мне даже писали, что еще продолжить до завтра нет такой возможности. То есть, есть сегодня еще, скажем, до 0000. По-вашему, еще 4 часа, то есть 3 часа 40 минут. Если вы успеете закрыть его, я вас тоже лично поздравлю с этим, скажем, промоушеном от меня лично. Пока что, в принципе, я не буду больше говорить. Просто хотел с вами выйти на связь. Пожелать вам хорошей недели, пожелать вам хорошего месяца. Хэллоуином я вас, в принципе, поздравлять не буду. Потому что для меня это, как бы, ну, не считая никаким там праздником. Вот. А хотел бы вам пожелать, прежде всего, чтобы вы хорошо настроились на сегодняшнюю неделю. Хорошо настроились на сегодняшний день. Чтобы вы хорошо, в принципе, начали работать. Не ставили перед собой какие-то там, скажем, рамки. А двигались вперед к той цели, которую вы показали себе, поставили перед собой. Потому что я уверен, что у вас точно все получится. Потому что среди вас лучшие, среди лучших, среди вас сильные лидеры, которые уже доказали свой результат. Если еще не доказали, тогда перед вами еще очень много лет. Потому что то, что у нас есть, что не имеет очень много компаний, у нас есть очень много времени. Мы никуда не спешим. И поэтому медленно, но уверенно будем продвигаться вперед. Поэтому до связи, передаю слово Олегу Рыжкову, который сейчас пришел ко мне в номер, немножко будет от него мотивации, я думаю, какой-то вам скажет тоже хорошие слова, тоже какие-то итоги с его стороны. И, собственно, с вами мы прощаемся, наверное, до пятницы, либо до следующего понедельника. Следите за моей новостной лентой в Фейсбуке, в Твиттере, Инстаграме и других соцсетях. До свидания, до встречи. Чао. Олег, тебе слово. Ну, отлично. Что ж, как всегда, Максим вас зарядил, поделился, все всегда пишут, да, хотя, Максим, когда ты, наконец, появишься, когда ты выйдешь, вот такое чудо свершилось, ребят. Да, наверное, эмоции очень сложно передать, голос то есть, то нету, пишет. Вы знаете, Дана, не знаю, голос у нас есть точно, и голос у нас у обоих очень и очень звонкий, поэтому мы всегда даже с Максимом работаем без микрофона. Я хочу, да, спасибо, Миша. Я хочу одно сказать, то, что на самом деле, на самом деле, меня поражает вообще страна Казахстан. Люди выполнили промоушен за один день и даже сделали оборот в 34,5 тысячи. И честно вам хочу сказать, у нас уже был и второй сертификат заготовлен на промоушен, но в Казахстане есть хорошая, добрая традиция, это свадьбы. И свадьбы там проходят не один день. Человек должен был с субботы появиться на воскресенье, а после этого до сих пор еще не появился. Хотя знаю, что уже этот вопрос намечен, хотят поехать вдвоем, вдвоем с сыном этот хочет поехать человек. Поэтому, друзья, предлагаю сейчас именно сосредоточиться на результат. В Казахстане он виден и виден очень и очень четко. После этого у нас сегодня прошло первый рабочий день. Я сегодня и в Фейсбуке выкладывал и фотографии, и запись сделал. То есть полный офис людей. Мы сегодня в 19.30 провели презентацию. Очень хорошая реакция. Люди пришли, посмотрели. Правда, сказал Максим, на каком уровне мы все это делаем. То есть на самом деле нам уже не надо никому давно ничего доказывать. И вы знаете, то, что сказал Максим, да, мы теперь идем шаг за шагом, открываем страну за страной. Если кто-то хочет видеть тысячи людей, они появятся сами. Вот у меня даже была сегодня очень интересная ситуация. Хочу вам сказать, что бизнес бывает, начинается с одного человека. Позвонил мне очень серьезный сегодня человек. Он предприниматель, именно владелец бизнеса в Турции. У него свой туристический бизнес. Плюс ко всему человек занимается недвижимостью. Человек знает, что такое система MLM. Пожаловался мне, что в Турции было очень много каких-то хайпов, финансовых пирамид. Он шикарно, кстати, разговаривает по-русски. Зарегистрировался у нас и говорит, Олег, я очень хочу, чтобы вы приехали в Стамбул. Я бы очень хотел, да, и после этого поработать в Анталии. В центре Анталии имеем, говорит, свой офис. Имею, говорит, знаю, хороший контакт налажен, говорит, с выходцами именно из стран СНГ. Да, говорит, я турок, поэтому хорошо разговариваю. Отлично работаю с Санкт-Петербургом, с Киевом. Но, говорит, мне нужна, говорит, именно, говорит, поддержка. А человека, который будет профессионалом, именно будет выходцем из стран СНГ. То есть, друзья мои, бизнес реально может идти просто вообще с одного человека. Казахстан это показал. То есть, наша практика показала то же самое. Я вот вам о чем самое главное говорил сегодня. Вот кто был на утреннем кофе, нас сегодня было очень и очень немного. На самом деле, хочу сказать напрасно. Вы не выходите кто-то. Какие-то отложите лучше свои дела. Можно уделить 15-20 минут этому, и вы точно будете в курсе всех событий. Именно сегодня я, Игорь Калкутин, который приехал из Одессы, как вы слышали, делился своими впечатлениями. И скажу вам, что значит мероприятие. Когда ты присутствуешь там, ты полностью получаешь ту энергетику, находишься в этой атмосфере. У тебя есть возможность подойти, начиная от силы корпорации до ее руководителей, задать абсолютно любой вопрос. Поэтому, друзья, мероприятие это, конечно, что-то. Поэтому, если у вас есть возможность, на самом деле, вам не случайно сейчас сказал Максим о том, о его графике, приезжайте в Турцию, приезжайте в Азербайджан, присутствуйте, будьте с нами и будьте в тренде. Наверное, я думаю, на сегодняшний вечер этого было достаточно, потому что, реально, у нас очень еще много осталось гостей, которые сегодня мы им устраивали, как мы называем, анимацию, экскурсии устраивали по Алмате. В Алмате выдался солнечный день, у Максима было тоже очень много работы. Что значит команда? Один работает в офисе, кто-то в отеле, кто-то с гостями. В общем, все получилось очень и очень слаженно. А кто-то у нас уже даже поехал дальше продолжать наши турны, наши туры. Наконец, Игорь Авдеев добрался до дома, он сегодня, я ему позавидовал, написал, ну, наконец-то я дома с любимым человеком, я завтра тоже окажусь в Москве, и хочу вам напомнить, что мы в Москве 3-го числа в нашем представительстве, 3-е число это четверг, в 19.30 по московскому времени проводим презентацию, которая будет не онлайн, а будет оффлайн. Поэтому приглашайте друзей, знакомых, родственников, заранее записывайте, все вы знаете наши телефоны московского представительства. А я завтра лечу к вам, так что встречайте нас и следите за нашими новостями. Благодарю, друзья. С вами сегодня была вся наша корпорация. Ну вот, ну, друзья, до новых встреч, всего вам доброго. До встречи на утреннем кофе, до встречи, ааа, вы с Балхашского района. Да, Сарышаган, Сарышаган, Жасказганской области, город Приозерск. Поэтому с Балхашского, вижу, вижу, мне написали. Поэтому в Казахстане мне всегда как дома. Вот, Игорь Колесов подтвердил информацию, это директор российского представительства, друзья. Поэтому все есть. Павлодар мне написал, Павлодар, приветствуем вас. Молодцы вообще. Ребят, в Казахстане, хочу вам сказать, все-таки всегда гостеприимство. И Казахстан идет впереди планеты всей. Я скажу, никто, конечно, не отстает, но вы молодцы. И поэтому мы это сделали. Спасибо, Индира, спасибо тебе за поддержку. Мы уже говорили, ты проделала тоже огромный труд. Ребят, побольше бы таких вот людей, именно командных игроков. И хочу вам сказать, мы сдвинемся с мертвой точки. Есть люди, которые только задают вопросы, а почему, а где, а когда и все. Ну, знаете, девизом людей является слово делать. И людей вообще судят по поступкам. Вот что. И если вы научитесь делать, то вы будете и на промоушене. А мне бы хотелось, чтобы как можно больше команда именно присутствовала там. Потому что сейчас формируется лидерский совет. Уже появился, да, вопрос, когда, наконец, да, мы начнем лидерские академии. Друзья, я вам хочу сказать, мы ее проведем первую, проведем ее в Москве, проведем ее с вами в декабре. Пригласим вас на Новый год. То есть давайте сейчас просто потрудимся до 1 декабря. У вас такая возможность есть. Все увидеть собственными глазами, из первоисточника, задать интересующие вас вопросы. В общем, мы вас будем ждать. Я, друзья, Германия, жди нас. В общем, друзья, хватит мотивации, давайте работать. Наступил понедельник. Мы ждем героев, ждем побед и будем рады встречи с вами. Всего вам доброго.